всем привет ролик для истории сегодня 5 мая 2018 года начали посев подсолнечника сейчас сеем подсолнечника ракар на кусочки в 5 гектар 2 пассивных единицы 1 экстра 1 стандарт стандарт высели от поля где у нас была точнее есть пшеница после кукурузы на зерно сделали три круга кончилась стандарт вместе с краями с обсеянными дальше сеется у нас экстра четыре с половиной штуки на метр схожий семян было 97 98 процентов закладка семян естественно производится на глубине уже от 7 до 8 сантиметров потому как влаги на 5 6 сантиметрах уже нет удобрения тоже сеем с такой же нормой как и по кукурузе сели чтобы узнать с какой нормой посмотрите видео в верхней части экрана про посев кукурузы и закладка удобрения тоже производится на глубину примерно 9 сантиметров со смещением в 5 сантиметров от редко для того чтобы естественно удобрения лежали в сырой земле и начали хоть какие-то там разложения свои получается вот такая вот картинка сейчас попробую отойти чуть от краю и развернуться за солнцем как бы стать час на 11 часов дня 5 мая температура воздуха 35 градусов цельсия но такая вот картинка получается вносить почвенные гербициды мы в этом году не будем потому как приезжали агрономы и посоветовали единственный наш вариант был короче говоря внесение почвенного гербицида это под культивацию предпосевную но это культивация должна происходить ночью ну то есть опрыскиватель проходит брызгает сразу за ним культивация на глубину такую чтобы перемешать это все дело достать влагу с глубины примерно допустим 8 9 сантиметров перемешать этот весь слой тогда гербицид может быть сработал но исходя из того что дождями не пахнет мы решили плюнуть на эти все гербициды почвенные бороться уже будем потом по страховыми гербицидами потому как семена что у нас под технологии под евролайтинг потому как влаги так нету если мы сейчас вывернем еще и со слоя с 9 сантиметров бы мы будем ждать сходы до октября месяца наверно поэтому мы решили просто провести культивацию перед пассивную на меленькую на 5 сантиметров вырвать сорняки которые были уже за повсходили короче говоря чуть-чуть подровнять еще по ходу может какая-то где-то грудка разобьется и на этом и все потом здесь планируется скорее же проведем такое же баранование дней через пять ну будем рыться смотреть паростки культуры основной подсолнечника баранование нашим металликом в поперек сева и все а там уже будем смотреть то может послевсходовая будем проводить в общем бороться пока что механически до фазы развития культуры чтобы работать страховыми потому что и во первых груда большая сказали люди да тоже чтобы как бы тут спору нет но это самое хуже поле там дальше получше покажу сегодня ну и во вторых то что влаги не предвидится никакой гербицид почвы не так не сработает просто нужно пожертвовать влагой но мы не готовы это делать и поэтому будем механикой бороться а потом уже гербицидами по всходам значит что мы сейчас аракар досеваем уже в принципе 5 гектар потом переезжаем дальше продолжу съемку ремесол будем сеять настроимся там уже все планируем гектар там поле хорошее отмерить можно гектарчик посеем без удобрений вообще но чисто для эксперимента остальное все будем сеять по норме как говорится как полагается но для ленивых скажу что норма за 100 килограмм где-то 100 110 а так вот сейчас получается карбамид и азотно-фосфорно-калийное удобрение примерно 40 на 50 то есть 40 карбамида ну грубо говоря ли там 50 карбамида 60 азотно-фосфорно-калийного удобрения получается примерно такая вот консистенция так сказать вот так вот все в общем будем продолжать работу секшенки не знаю посмотрим по времени может на большом поле и для зрелищности что-то и наснимаю но не обещают друзья потому что нет времени пока то удобрение засыпает что то то пятое десятое некогда как говорится и снимать надо сеять так что уж извиняйте кому не услужил все но мы будем потихонечку продолжать как бы работать за кадром продолжаем мы посев сейчас уже засыпали ремесол значит ремесол засыпали сразу же прошлогодний опять же у нас тут эксперимент на этом поле сначала посева справа как поняли мы отсеем один гектар вообще без удобрения то есть норма высева семян все все остается как и было четыре с половиной штуки на метр а удобрения ноль сняли звездочки приводные чтобы чисто гектар отсеять без удобрения гектар здесь два круга то есть по 25 соток в одну сторону два круга это уже гектар от папа сейчас заканчивает этот гектар второй круг идет и мы сейчас за кадром уже поставим шестерни назад привода высева туковых и будем сеять дальше с удобрением также по 110 килограмм получается если быть совершенно точным и уже вымерили эту норму по 110 получается килограмм вот этого все всего дела по скорости если я не сказал то 9 километров в час ну от 8 с половиной до 9 километров в час сев происходит трактор думаю засниму хоть показать под трактор хоть так а то на ижейку вряд ли получится что наснимать поэтому покажу хоть так издали вот все происходит принципе нормально тут же тоже семена ложатся тоже в сиренку землю то есть все в принципе удовлетворительно для нашей обстановочки культивация здесь производилась по диагонали то есть куда сейчас смотрит экранчик так и производилась культивация сев производится уже в поперек коробора по длинным гонам короче говоря проще сказать ну все пока нормально в общем сейчас как говорил подсоединим удобрение будем дальше сеять если будет что-то конечно что там требует внимания для памяти для вас то я продолжу съемку они а если нет то тогда спокойно мы уже отсеем и встретимся на посеве другого поля там или базальта или римми от агромаркетинг руб ремесол мы брали в интернет-магазине земель а которые рекламировали как говорил я в обзоре об семенах решили попробовать что что же мы кого мы рекламируем чтобы нам стало ясно что по качеству семян ну по всхожести они тоже 97 по моему ли 98 процентов но тем не менее все друзья будем продолжать работу чтобы не задерживаться на болтовню на камеру встретимся дальше как всегда так кидаем сегодня уже этот подсолнечник базальт норма высева все остается стандарте как и было ранее на всех остальных подсолнечниках сейчас поведу вас еле-еле нарыв показать как семена на какой глубине там и сколько штук приготовился конечно потому что во время съемки цены реально сделать за быстрое время часто это глубже роюсь то мельче роюсь ну короче подсолнечник им же подлюганы кукуруза его тяжелее трошки найти значит вот такой стенд так называемая уже приготовил положил метров очку получается у нас сейчас примерно где-то 48 49 тут в данном случае вот она у нас перво сразу же начале 2 на 20 3 чуть чуть дальше лежит для 4 я вот она жопка видно на 80 сантиметров ну и почти на метре 5 ну где-то 48 может 49 по разному короче это самый большой результат ну по численности на метр штучек в других местах где не рылся меньше всегда было там четыре с половиной ну короче севалка такой дэя кины как повезет тоже такое погрешность никто не отменял вот схожесть тоже у базальта черт там 97 98 таких пределов точно не помню конечно с обзора семян ложатся в сырую землю ложим на сантиметров 78 примерно это уже конечно на проветрилась немножко ну сырость еще влага есть чуть-чуть лепится ну хоть что-то договориться вот что у нас дальше по планам значит дальше после базальта у нас скорее всего будет этот же сеется римми на другом поле то что мы брали в агромаркетинг групп все поставщики наши которые мы в этом году брали семена я размещу их ссылочки на их сайты магазины и прочее представительство в обстании под этим роликом базальт мы же брали в мп а перри или грим по моему так и не называется это днепропетровская компания которой мы брали и монику в прошлом году и в этом году взяли так что так вот на этом этот видос уже прекратим встретимся на поле где будем сеять римми 3 единицы мы взяли базальта на этот кусочек 6 гектаров должно по идее по-любому хватить с нашим высевом но там посмотрим если что-то за 7 ремесолом на всякий случай все погнали и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Продолжаем мы посев. Сейчас на данном поле после зимого жито сеем подсолнечника Римми от Агромаркетинг Групп. Ссылочку на них я тоже оставлю в описании под данным роликом. Все в стандарте, все как и было ранее. Штуки на метр, удобрения и все-все-все. Значит в поле получилась вот такая вот картинка имеется. Много соломы наверху. Ну как много? Ну сравнительно много. Что в принципе нам не мешает вчера. В ночь была проведена культивация одна. Здесь к слову проведено два баранования метеллыком. И одна предпосевная культивация. Да, груда есть. Но тем не менее вот по влаге еще влага есть. На той же глубине, где и как говорится у нас по всем полям. Сегодня у нас пасмурно. Надеемся может быть хоть пройдет дождик. Хоть немножечко. Но в этом видосе еще затрону одну тему. Значит в принципе это большое поле. Последнее, которое мы сеем, о котором следует рассказать. Остальные там несколько кусочков мы будем досевать остатками. Те, что остались с прошлого года. Ремесолом тот, что остался. Или ремик, если останется. Но это будет в общем дальше. По сортам у нас в принципе все по новым. То, что мы хотим показать, для себя оставить. И для вас может какая-то полезная информация. Значит сейчас у нас рядом тут посеяно. Сейчас подойду поближе. Кукуруза носилась. Шесть штучек на метр примерно. Ну шесть с половиной. От шести до семи штук. Сеялась она на поле, где у нас был подсолнечник. Гуща специально. Из-за того, чтобы стеблистой был больше. Нам качанчик здесь не интересен. Нам нужен стеблистой. Значит вот такая картинка здесь сейчас. Строчки, как видите. Падалишний подсолнечник по волкам, где комбайн проезжал. Вот только что прошли. Вот еще один волочек. Вот так вот рядок выглядит сбоку, если провести. Падалишний подсолнечник, амброзия уже пошла. В принципе у нас и зерновая кукуруза где-то рядом такая же по развитию. Потому что сеялась в один день, грубо говоря. Сейчас мы Юрку загнали в Юмза, чтобы провести послевсходовое уже баранование. На минимальном угле атаки. Барана идет нормально, в принципе. Но подумаем о том, чтобы основные опорные колеса бараны перенести вовнутрь рамы. Ну там ничего сложного. Немножко сварочных работ нужно будет. Значит, первой передачей на полгаза по рядкам, как видите. Сейчас покажу вам. Конечно, процент где-то там пригортает немножко землей. Какой-то одну там может быть вырывает где-то. Но, тем не менее, не смертельно. Сейчас развернусь вот так, будет виднее, мне кажется. Да, вот они строчки. Земляш-то меняет цвет, но строчки рядков, я думаю, на камере видны. Вот они. Вот рядочек пошел. Здесь вот более пригорнуло. Сейчас, кстати, покажу. Ну вот она. Сейчас. Вот она не вырвана, просто пригорнула. Ну ничего, она за несколько часов кукурузка опять постанет. Так, тут двойник бросила, надо его вырвать. Вот, все будет с ней хорошо. Хорошо, колесами не топчемся по рядкам, в принципе, все нормально, поднимется. Для чего мы это делаем вообще, это оборонование? Чтоб вырвать, сейчас покажу. В общем, а вот, пошла шпада лица подсолнечника. Ну такая вот, вот она. Вот есть маленькая, есть вот мещи пошел. То есть процент, который мещия и подсолнечника, вот смотрите, вот мещи, он здесь вверху, он легко вырывается. И подсолнечник, в принципе, процент этого всего вырывается, даже бараной. Понятно, мы тут брызгать стелларом будем далее, но это для этого дела. И вот амброзия маленькая. Вот она. Сейчас, если пальцем ее взять, вот она раз и вырвалась. То есть бараной тоже, понятно, что где-то остается, но процент хороший вырывается, и немножко расчухаем землю. В общем-то, вот так вот. Сейчас. Хотя надо уже заправляться. Ну, будем, наверное, заканчивать на этом ролике. Вот такая опасенная у нас получилась. Немножко юмзыка засняли еще с бараной. Тут, конечно, все нормально, шторка закрыта, он не греется нифига, потому что, ну, и пасмурно, и работа легкая. Но, тем не менее, получается все нормально. Ну, а там уже посмотрим, будем ли мы на зерновой делать такое же или нет. Это уже покажет время. И видос, естественно, он будет, если мы это будем делать. Все, всем пока. Побежал дальше папу заправлять уже селку этими удобрениями, чтобы уже досеять сегодня планируем. И дай бог пройдет дождик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok